Приветствую вас, и я бы на ваш вопрос ответил так. Значит, если вы росли, развивались в норме, и семья у вас была также в норме, то есть не было травм, не было ссор, не было каких-то у вас негативных, откровенно, переживаний и прочих, если вот этих всех моментов у вас не было в семье, если вас любили, если вы свою маму любите, если вы любите свою девушку, если вы ей дорожите, но не скучаете по ней, и это элемент вашей, скажем так, самодостаточности, то это более чем нормально, то есть, ну просто вот вы никогда не скучаете, такая у вас, такая у вас черта. В этом нет ничего плохого, но поскольку большинство людей действительно испытывают скуку, они нуждаются в людях, они привязаны к людям, то я полагаю, что он правильнее будет сказать, что скучать, скучать, ну хотя бы немножко испытывать скуку, в принципе, это нормально. Ну да, то в человеке нормально, все-таки вам на него не все равно. И здесь мы упираемся вот в какой вопрос. Если вы любите, если вы дорожите своей девушкой, например, если вы дорожите своими людьми, которые, ну вот, рядом с вами, да, люди, которые рядом с вами, если вы ими дорожите, но просто по ним не скучаете, то есть, если вам на них, на них плевать, если вам на них все равно, если у вас нет никаких к ним чувств вообще, то это, конечно, весьма и весьма серьезно. И здесь я порекомендовал бы вам обратиться сначала к психологу, а потом, если возникнет необходимость, и к психотерапевту. Значит, давайте так. Когда стал относительно взрослым, заметил, что не чувствую ни по кому скучание. Сейчас мне 26, и я не испытываю этого чувства вообще. Помню вот только из детства, когда скучал по маме. Ну, а по отцу? Какие у вас отношения с отцом? То есть, если вы скучали только по маме, это оставляет меня задуматься о том, что вполне возможно, что с отцом у вас было, ну, не совсем все гладко, скажем так, и вполне может быть, что отец либо был оздраненным и никогда не скучал по вам, не проявлял скуку по вам, либо вообще его не было, ну, в вашей семье. И в этом случае, в этом случае вы просто подсознательно, инфективно переняли у отца такую вот модель поведения, такую вот модель отношения. То есть, отец научил вам, что скучать по кому бы то ни было, например, это признак слабости. И вы инфективно, подсознательно, сами этого, возможно, не осознавая, считаете, что скучать по другим, это слабость. То есть, вы говорите, вот, привязанность к людям, к людям, да, вот вы называете привязанность к людям. Привязанность к людям, если она в меру, если она не влияет на самого человека, это норма. Звонить родителям 3-4 раза в день, как вы говорите, значит, по 5 раз даже в день, это не норма. это не норма. И это говорит о том, что человек еще эмоционально зависим от своих родителей. Но, если вы этого не делаете, если вы обособленный, но при этом свою маму любите, и у вас есть в ней чувства, и вы, как бы, относитесь к ней хорошо, и вообще она любимая, и вы теплы, ласковы, нежны с ней, то это, в принципе, нормально. Тут вопрос развития духовности, понимаете? Вот я думаю, если человек разве духовно, если он чувствителен, если он позволяет чувствовать себе, то он при этом позволяет чувствовать другим, и если человек чувствует сам, то он знает, что ему хочется, ему хочется, например, ну да, пусть, ему хочется там, ну да, например, хочется там тепла других людей, хочется поддержки, хочется внимания, ну да, в умеренном, в умеренном количестве, конечно, хочется. То есть не надо, чтобы это достигалось, достигалось каких-то аномальных проявлений. Вот. Если так, то, в принципе, это нормально все, и я думаю, что, если, если вот это так, то это нормально, и у вас этого нет, это все-таки говорит о том, что вы, возможно, чересчур отстранены. Об этом и ваша холодность, это результат, подавленных эмоций. Вопрос в том, хотите ли вы это устанавливать или нет. То есть, понимаете, вы очень, вы очень слабо описываете именно свои переживания. Вопрос серьезный, а описываете вы свои отношения слабо. То есть, вот вы говорите, мама с этим как смирится. Сейчас, то отношение с девочками, это вечная проблема. Девочкам действительно нужно внимания, девочкам действительно нужно, чтобы вы проявляли к ним это самое внимание, потому что именно на внимании, в общем-то, у девочек много чего выстроено, именно на внимании. если не будет внимания, ну, если вы не будете проявлять внимание к девочкам, то, соответственно, она не будет чувствовать себя нужней. и тут вам, конечно, придется сделать, либо, либо вы принимаете вот эту вот потребность девочке во внимании, либо нет. Но если вы не принимаете потребность девочке во внимании, то вы, скорее всего, вынуждены будете остаться в одиночестве. Потому что любая девочка хочет внимания. исключение по нему составляет только такая женщина, которая, ну, такая, знаете, немножечко, может быть, такая мужчина подобная, да, которая не нуждается вообще во внимании и так далее. Но тут всплывает другой момент. А зачем тогда ей выходить? зачем тогда такой девушке вы нужны? Это вот тоже важный аспект очень, потому что если вы, например, не даете человеку того, что ему нужно, то должны быть ванной. То есть девушка, она мужчина, женщина с мужчиной, она для ощущения надежности. То есть вот мужчина, он дает женщине надежность. И внимание это часть этого, часть надежности. и скорее всего у вас не было вот этого вот примера перед глазами. Примера может быть вашего отца как раз таки, чтобы он показал вам как нужно. скорее что отец был холодным. И из-за этого вы сами тоже достаточно холодно. Подумайте, как много вы говорите о своих чувствах, например. Ну просто без каких-то перегибов. Просто о своих чувствах. Прислушивайтесь привыкли к своим чувствам. Если да, то как? Если нет, то почему нет. То есть вот это вот мне представляется очень важным, чтобы вы ответили себе на этот вопрос. Если у вас чувства есть и вы их ощущаете, но при этом просто не скучают. Если чувства есть, кроме скуки, вы можете вспылить, что вы можете и прикрикнуть, и так далее, и так далее, и так далее, то я полагаю, что проблем никаких нет. Ну, а если не можете, то проблемы и есть. значит, также очень важный момент, с какого именно возраста, с какого именно возраста, и как вы перестали скучать. скучать. То есть момент здесь именно в этом заключается. Важный. Что повлияло на то, что вы перестали скучать? Были ли для этого какие-то особи, были ли для этого какие-то обстоятельства соответствующие или нет? То есть вот это вполне важный момент. Если у вас, если вас родители любили, если вы видели между ними ласку, любовь, тепло и заботу, и вы выросли таким вот самодостаточным человеком, то это ваши черта характера. Такая. Это ваша особенность. Такая. А если там были проблемы в семье, какие-либо, неважно, это соответственно уже следствие этих самых проблем. И это не нормально, и это отклоненно. То есть понимаете, свободное развитие, как бы развитие личности, оно происходит тогда, когда удовлетворены все базовые потребности, и если все базовые потребности удовлетворены, то личность развивается так, вот как протекает выбор, как выбор осуществляется человеком, так и собственно развивается лично. админалитетететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететет того соответственно, здесь можно говорить о том, что это ненормально. И для того, чтобы ситуацию поправить, я уже сказал, нужно разбираться с психологом, что именно с вами произошло, и вообще достаточно просто будет научить вас разговаривать о чувствах. Вот. То есть просто говорить о мягчествах. Не менее важный вопрос, как ваша мама относится к этому? То есть, как она себе это объясняет, то, как вы себя ведете. Как она вам это объясняет, то, как вы себя ведете. И так далее. Вот. Но это тоже, на мой взгляд, такой важный момент. А вот если ваша мама считает, что все в порядке, и что не должно быть по-другому. это одно. Это, опять же, у вас идет из семьи. Если мама считает, что не все в порядке, то, опять же, нужно выяснить, почему. она так считает. Почему она так считает. Опять же, это прямо зависит от того, насколько вы к своей маме прислушиваете. на вход. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Он, безусловно, требует более четкой, более глубокой проработки. Вот. Значит. И вы пишите, просто удивляет такое поведение, откуда такая зависимость от других людей. Вот. Ну, вы, и мы, и все мы, так или иначе, друг от друга зависим. Просто зависимости на эту степень. И у вас зависимость, она ниже, чем у других. И люди, глядя на вас, им неприятно, что вы такой вот самостоятельный. Им это не нравится, что вы такой вот самостоятельный. И, соответственно, это им не нравится. Но самостоятельно они пытаются вас, как бы так сказать, 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 ну, прибить, прибить к норме. Они пытаются вас. Я думаю, так. Я думаю, так. То есть, видите, по-разному. Скучать, это социальная норма, это не норма, это скорее потребность. Это потребность. Это потребность, воспитываемая родителями. Либо, значит, искореняемый человек. Обязательно ли я делать вид, что скучаю, чтобы не обидать близких? Нет. Лучше, если вы сразу будете вести себя так, какой вы есть, чтобы не играть. это, значит, это избавить вас от многих проблем. То есть, если вы сразу будете вести себя так, как не скучающий человек, то, соответственно, в этом случае, если вы будете вести себя, как не скучающий же человек, от вас не будут ожидать чего-либо. И проблем, соответственно, будет меньше. И вообще, это нормально, когда действительно отсутствует привязанность к кому-либо. Ну ладно. Ответ на этот вопрос я вам уже дал. И, значит, к сожалению, однозначно ответить на него нельзя. Потому что, для того, чтобы ответить, нормально это именно для вас или нет, нужно лучше узнать вашу историю, вашу семью, вас самого. Вам можно сказать, нормально это или нет. Потому что, ну, представьте, представьте, что вы всю жизнь, все свои 26 лет развивались в норме. Просто в норме, да, вы развивались. То есть, никаких взор, проблем, там, конфликтов и так далее. Ничего этого нет. И вдруг, и вдруг, вам говорят, а вот вы знаете, вот вам оказывается скучать надо. Ну, я не думаю, что это правильно. Правильно. Если вы не скучаете, вам хорошо, вам комфортно, вы отношения с людьми устраиваете, все в порядке. Почему нет? Но если какие-то проблемы есть, да, то о проблемах, как раз таки, о проблемах. О проблемах нужно разговаривать. Да. О проблемах нужно разговаривать. И здесь уже все напрямую зависит от вас, от вас. Видите ли вы эти проблемы, не видите ли вы эти проблемы. Вообще, я предлагаю вам ориентироваться на ваши задачи. Второе. Так вот. Какие у вас ценностные ориентиры? И насколько ваше отсутствие вот этого вот скучания влияет? Если не влияет никак, то, может быть, имеет смысл и оставить все как есть тогда. Если влияет, если вы чувствуете, что что-то не так, если вы чувствуете, что, ну вот, должно быть по-другому как-то, ну, в таком случае можно и поменять. Можно и подумать, что можно поменять. Это разные вещи на самом деле. Это разные вещи с его расистами. Вот. А вообще, на понятие нормы, я бы вам рекомендовал обращать внимание поскольку, поскольку, потому что нормы это очень относительно. Есть, конечно, стандартизированные нормы, но они призваны, опять же, сохранять общество и к ним нужно относиться с подвергами. Вы, другой момент, что вы смениваетесь в том, что вы, вот, вы смениваетесь в том, что, насколько правильно вы поступаете. Вы смениваетесь, что это нормально. Значит, возможно, 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 подсознательно вы чувствуете, что где-то есть сбой, где-то идет сбой у вас. Подсознательно, возможно, вы это чувствуете. Если так, то просто это нужно принять, принять, что где-то есть сбой и найти его и подкорректировать. Это может быть длительно, а может быть и не очень. Это зависит, опять же, от вас. Вот, если вы, например, с людям не привязаны, то, соответственно, между вами и другими, наверное, нет доверия. А доверие необходимо. Как необходимо кому, с кем-то делиться. Да, просто с кем-то делиться. Тем, что у вас происходит. Если вы не хотите ни с кем делиться, Никогда вопрос, почему? Если вам не нужно делиться, то Никогда вопрос, почему? Если вы захотели поделиться, но захотели не поделились, все в порядке. Если вы не делитесь совсем, это плохо. Если вы делитесь неконстролируемо, это тоже плохо. Понимаете? То есть здесь война, свобода воли. Здесь война, свобода воли. Чувствовать скук у нас сильно себя не заставить. Это однозначно. Но, если есть какие-то блоки, если есть какие-то страхи, если есть какие-то зажимы, то с ними, конечно, лучше справиться, с ними, конечно, лучше поработать. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...